Время 10 утра, значит самое время. Начиная свой лагерный день с линейки, на ней подводятся итоги прошедшего дня. Награждают лучшие отряды и самых активных детей. А после репетиции, спортивные игры, творческие мероприятия и не только. Чтобы организовать досуг, вожатые и их помощники начинают готовиться еще в январе. Сборы, обучение, все для того, чтобы ребенок был в восторге от каждого дня в лагере. Вожатым может стать в принципе любой студент, который состоит в студенческом отряде. У нас для этого есть программа определенная. Мы их обучаем в педагогическом университете. То есть они проходят полноценный курс подготовки, более трех месяцев, получают сертификат, по которому они имеют право работать в лагере вожатыми, либо помощниками вожатыми. Каждый из вожатых в летнее время готов стать для ребенка настоящим другом и самым близким человеком. А лагерная романтика поспособствует тому, что и после смен они не перестанут общаться. Для каждого ребенка ты должен быть своим, ты должен быть индивидуален для каждого ребенка. Подход должен быть к каждому из них, и тогда ты будешь лучшим, они тебя запомнят и будут вспоминать еще долгие годы. Ну, конечно, не грустить, всегда заряжать позитивом, наверное, это главное у вожатого. Внимание детей, их эмоции, слова благодарности и доверие к вожатому. Если все это есть в конце смены, значит все труды не зря. Для меня вожатый – это человек, который готов любить своих детей, заботиться о них, уважать их мнение и все остальное, проводить с ними время. Вожатый – это и друг, и наставник, они могут им помочь советом, поддержать и весело провести время вместе с ними. Это очень важные люди, самые важные люди нашего отряда. Если возникли какие-то проблемы, если возникли какие-то идеи, то надо обращаться всегда к ним. Будешь спешать в лагерь? Конечно. Какие моменты будешь чаще всего вспоминать? Моменты, проведенные вместе с друзьями. На сегодняшний день поддержка студенческих отрядов является одной из приоритетных направлений в реализации молодежной политики. В Алтайском крае есть специальные программы, за счет которых осуществляется финансирование в поддержку деятельности студотрядов, а также различные гранты для студентов. Это же все-таки про традиции, про то, о чем ты будешь рассказывать потом и своим друзьям, и коллегам, о чем будешь вспоминать. На этом рамках государственного программа предусмотрено финансирование. Финансирование каждый год планомерно увеличится, учитывая и спектр возможностей, и учитывая тот формат о том, что направления студенческих отрядов, они расширяются. В настоящее время в студенческих отрядах края порядка пяти тысяч бойцов. Они работают в таких направлениях, как педагогическом, сервисном, строительном, медицинском и сельскохозяйственном. Есть и отряды пассажирского комплекса железнодорожного транспорта. Ребята работают в поездах, как и в Алтайском крае, так и по всей России. И для каждого из них это особый период жизни. Дмитрий Дроздов, Данил Кузнецов. День с толком.